Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи! Сейчас у нас на улице поздняя осень, и это время нам нравится тем, что мы как бы от летней радости к нам приходит такая теплая, спокойная грусть некоторая, да, как вот завершение года, как листья опадают, мы собираем урожай. И посмотрите, какие красивые плоды нам, да, готовит осень. И что мы еще делаем в это время? Мы закрываем дачи. У нас у всех есть какие-то выезды на какие-то летние отдыхи, и мы их как бы запечатываем для следующего лета. И в это время, конечно, нас посещает такое состояние осознания себя, кто мы были этим летом, кто мы были в начале осени. А сейчас нас ждут камины, пледы, теплая чашечка травяного чая, осознание себя, какие-то записи насчет того, какие мы были счастливы летом, какие-то, может быть, понимания происходящего. Ну и, конечно же, восторг перед тем, какой Новый год мы будем проводить. Но вот сейчас мы начинаем понимать, почему Пушкин в своей болдинской осени и в своем болдине написал свои лучшие произведения в конце осени. Потому что это время тишины, время, когда мы как-то вместе с природой тихо-тихо, не то что увидаем, а тихо слушаем пространство. И, естественно, мы и себя слушаем. Кто мы такие в этой жизни? Еще один год идет к завершению, и мы с вами хотим запомнить это состояние. И вот я сейчас поставила, вернее, я не поставила натюрморт, а я просто вот накидала тех предметов на стол. Давай, Денис, вот они, эти предметы, да, которые, возможно, были бы тогда, когда я приехала с Владимиром закрывать нашу дачу, да, в Грибовке. И вот под руку попадаются такие предметы, которые мы хотим оставить ожидающими нас на следующее лето. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok